Доброе утро, дорогие алматинцы! Знаете, в нашем городе очень много развлечений. Давайте начнем. Рубрика «Испытан на себе» начинается. Этот симулятор был создан в России на заводе по производству оружия. В установке данного устройства было задействовано 10 человек, ведь весь аппарат весьма внушительный. Одна ось отвечает за вертикальное вращение, вторая – за горизонтальное. В прошлый раз я испытывал себя как штурмана, то есть мы катались на раме. Тут то же самое идет, вот кресло тоже такое гоночное. Сейчас молодой человек мне поможет это все закрепить. Видите, тут двухточечное такое крепление по ремням на ралли, и тут там было уже пятиточечное. Ну, так как это симулятор. Так, дальше идут вот здесь вот педальки. Тут мои ноги крепятся. По-моему, эти педальки отвечают за хвостовую часть, чтобы поворачивать самолетом направо и налево. Здесь скорость, здесь кнопочки. Всякие, очень много кнопок, как и в любом самолете, но для меня самое главное – это шасси и рычаг управления скоростью. Ну, и, конечно же, этот сам джойстик. Сейчас начнем. Опасная скорость, говорит. Окей, выравниваем самолет. И теперь меня начинает немножко потряхивать, как и в настоящем самолете. Ну, а теперь, чтобы вы, зрители, поняли, что это настоящий симулятор, и он переворачивается, я сейчас сделаю какой-нибудь маневр. Как раз я вижу своих врагов. Вот. Ну, скажу я так, маленький такой анализ. Управлять современным самолетом, военным самолетом, намного сложнее. Почему? Я сейчас вам объясню. Я сделал такое маленькое движение. Самолет резко наклонился направо. То есть у него чувствительность к управлению очень большая. Если я резко сделаю такое движение, до упора, пустив рычаг управления направо, то самолет делает даже круг очень быстро. Намного быстрее, нежели чем самолет Второй мировой войны. Симулятор был создан для обычных людей, для нас, да, чтобы мы почувствовали себя героями Второй мировой войны, или же асами современной авиации. Мы почувствовали тот адреналин, который был, то есть, который есть у пилотов современной авиации. То есть, перегрузки какие-то мы чувствуем тоже, когда делаем мертвую петлю или же почку. Для того, чтобы управлять самолетом на данном симуляторе, не нужно иметь специальных знаний и навыков. Возрастных ограничений тоже не имеется. Однако, если ваш рост менее 140 сантиметров, в услуге вам будет отказано для вашей же безопасности. А максимальный вес, который выдерживает устройство, не более 120 килограммов. Честно говоря, у меня сейчас немножко кружится голова, поэтому давайте я уже выйду отсюда побыстрее. Увидимся с вами в следующий раз.